а я вон там еще кнопку не нажал это же еще вон ту кнопку надо нажать ё-моё я тут с вами общаюсь уже целую минуту рассказываю про стримы вот эти оказывается стрим то не запустился сарям бы забыл как стримы запускать в youtube привет 100 лет не запускал как раз еще раз отвечу тогда значит как часто стримы проходит раньше стрима в ютубе проходили часто один или два раза в месяц было стабильно у нас стрима у нас там 90 на тот момент было 70 чем-то стримов если посмотреть закладку или нельзя так вкладку вот тут очень-очень много стримов лежит вот но потом появилась бустим по подписке я начал там проводить стримы один или два раза в месяц вот на следующей неделе наверно снова буду проводить вот а так как у меня на обучение каждую неделю по два стрима каждую неделю два стрима на обучение а стримы это не просто ну полтора часа у стримы частном коротенькие по три часа идут в среднем стрим на обучение 3-4 часа вот так это не просто 3-4 часа я же перед этим еще смотрю предыдущую запись получается я четыре часа смотрю но хотя я смотрю в скорости x2 получается я два часа смотрю потом четыре часа провожу то есть это 6 часов а еще домашки проверять а еще с ребятами в чате сидеть вопросы отвечать вот получается что два дня в неделю у меня стабильно стрим на обучение а еще раз-два в неделю на бусте и на youtube просто времени не остается потому что надо же вам в ю тубе еще ролики коллега классные новые записывать вот и на стримы не хватает времени поэтому сарямба так куда чат делся вот сюда поэтому раньше были стримы а теперь извиняйте хочешь разбор работ тогда приходи на бусте там сильно чаще все это куда присылать так куда у аня аня привет спасибо тебе привет 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 века тоже знаем таких настя фотка знакомая насть много в каждой группе много настя вот фотка знакомая прям совсем недавно было так значит в дискорд да значит да надо дискорд вы сюда не сможете ссылку скинуть а так во первых сегодня мы еще с вами подведем результат вот этого конкурса я расскажу кто выиграл бесплатное обучение пока я скидываю вам ссылку на файлик вы можете посмотреть кто тут что присылал по идее должно открыться да я же не полный доступ дал а то сейчас как до не полный доступ в киевке у меня такая же копия есть я тут уже расписал кто чё внимательно смотрел кто нет значит а вот тут вот всякая разная значит мы с вами встречаемся в дискорде у нас есть чатик который называется критика работ вот я сейчас нажму хотел 1 чё тупить то чё тупить правильно вот смотрите нажал полосочки и после этих полосочек в том порядке в котором у меня отображается потому что возможно из-за пинга из-за территориального расположения из-за лучшего интернета худшего интернета у меня и у вас будет по-разному отображаться очередь работ которые вы скидываете поэтому как я буду видеть их в том порядке и смотрим вот так вопросики пока почеку пока выбора раскидываете надо вот это как-то убрать то мы это уберем чтобы остался дискорд вот первую работу же не посмотрим значит если есть вопросики то скидывайте задавайте буду отвечать где-то час-полтора я с вами тут могу время провести а потом надо на трению привет лишь теперь треник каждый каждый день еще и треник каждый день раньше был каждое утро и каждый вечер вот уже три месяца каждое утро и каждый вечер но утром чисто так зарядка вот а теперь оставил только на вечер потому что ну тяжко не успею восстанавливаться теперь у меня каждых три месяца в тузе декабря уже каждых еще еще и тренинг когда стримы проводить ролики записывать вот я завтра буду записывать ролик про привязки на бусте выйдет а потом через три-четыре месяца появится в ютубе кстати в понедельник наверное или завтра или в понедельник новый ролик опубликую нового курса какой там 20 будет наверное 20 но в смысле он лежит уже записанные давным-давно но в ютубе нету так нам раба нам так скинули ну пойдем смотреть давай посмотрим что это по это что про поляков ну сейчас глянем так хочу смотреть дизайн да вот беленьким нельзя нельзя такие большие объемы писать просто белым по цветному или по черному глаза будут болеть а вот учитывая что это стиль такой то у тебя там какие-нибудь внутренние страницы будут да и там наверно тоже они внутренних нету ну и хорошо то были какие-то внутренние страницы там было просто было бы ну очень очень много букв от которых глаза болят внешне отступы гуляют смотри здесь такой отступно ты папа и от картинки померил но картинка твоя занимает меньшую часть блока считая что она выносная плюс дтиже текст ты текстом управляешь взглядом то есть вот свою инфа твоя пошла и ты говоришь читая 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 читай вот мы читаем читаем и мы не сюда идем мы читаем и идем дальше и мы видим вот эту дырку а значит расстояние надо мерить вот это вот они вот это вот пусть твоя фотка вылазит на следующий блок или пускай а вон туда вот за шторку эту прячется пусть любое касание тут будет какое тебе там как получится но вот эти вот отступы внешние надо делать одинаковыми смотри у тебя даже здесь расстояние над заголовком сильно больше чем здесь тут еще и контента не хватает так что выравнивай все и не пиши просто белым, ну снижай не знаю там процентов 80, поставь на черном чтобы было не так больно глазам а так современные вот эти вот карточки нормалек смотрится, есть контрастик классненько, выглядит выглядит аккуратно, только отступы разные погнали дальше, дальше наверное фигма у нас будет, да? погнали так, вопросики есть? Аня, спасибо тебе пришла тут гаечным ключом, машет помогает, спасибо так, и кто нам что написал? Надо что-то посмотреть нет, просто ссылку скинули да? вы кстати сейчас ссылки скинули просто чтобы очередь занять, вы можете отредактировать сообщение и дописать что именно вы хотите посмотреть так, ну и мимо сетки вообще, вот вообще так в сетку даже Леонтьев не промажет ну что-то компонентиков-то компонентик вон два раза одно и то же четыре раза одно и то же и тут четыре, да, в компоненты проиграл и что-то вот тут вот проиграл тут еще более, у тебя вообще, смотри у тебя сетка не предназначена для такого контента если у тебя карточки впритык, то тебе нужна сетка, которая будет впритык а, сорянба, так я не могу ты неправильно сетку поставил надо либо другую сетку, либо контент ставить по сетке ведь сетка, она для того, чтобы по ней ставили контент и чтобы этот контент отверстали потом либо ты неправильно ставишь контент, либо тебе нужна другая сетка у тебя сетка должна быть и с отступами, с нулевыми тебе нужно сделать сколько у тебя там, четыре карточки пошло ну ладно, можно же 12 оставить на тебе отступы между колонок надо делать либо вообще вот такими нулевыми и колонки тогда пошире вот и видишь, теперь ты понимаешь, что ты мажешь вот, теперь оказывается смотри, тут-то поставил ровненько тут вот промазал то есть вот эта карточка должна идти досюда это должна начинаться здесь то же самое это досюда, это здесь и тут тоже промазал тут прям вообще промазал либо ты не так ставишь контент либо ты просто неправильно сетку выбрал одно из двух но контент должен стоять по сетке а у колонок может быть сколько угодно хоть 10, хоть 4, хоть 6 смотря сколько у тебя карточек выбираешь по большему вот у тебя 3 тут у тебя тоже один к двум как будто бы а нет, 5 и 7 ну вот да так бы поставил и вообще там верстальчик бы тебе прислал бы большое спасибо казалось бы ну вот вот эта разница вот эта вот ни на что не влияет визуально ничего не изменилось абсолютно все то же самое но верстальчик обрадуется когда контент все-таки стоит по сетке так, бегущие строки есть значит чуть-чуть современно что-то где-то используешь ну вот смотри! вон какие отступы вот какие отступы а тут вот какие отступы малюсенькие тут вообще какой-то малюсенький тут что-то все зажато видишь какие отступы в бегущие строки надо повторять и тут вот этот заголовок он уже относится вот к этому блоку а у тебя он визуально видишь лежит на фоне который от этого блока У тебя популярные вопросы как будто бы где-то здесь Вот этот блок надо либо вот так вот делать И на задний план Вот теперь заголовок внутри блока А у тебя вывалился И что-то, наверное, переборщ с карточками Вот белые карточки, они хорошо смотрятся Если у нас какой-нибудь, ну вот, например С бордером он не тянет на себя одеяло То есть на первом На переднем плане всегда контент Вот, и тут контент, и тут контент А как только у тебя карточки цветные У тебя, во-первых, опять текст на выворотку становится А читать такое сложнее, чем обычное Черное или там темное по белому или по светлому А во-вторых, карточки слишком яркие И они в первую очередь тянут на себя одеяло цветом Вот тут вот контент А тут, видишь, потерялся контент И мы видим в первую очередь цветные карточки Мы видим геометрию, а не контент А вот тут мы геометрию вообще Ну, есть она какая-то, есть вот такое, ну и ладно В первую очередь фотки И потом тексты взяли, почитали, пошли дальше А тут, конечно, взгляд теряется Из-за того, что очень Карточки много на себя внимания берут Тут вообще очень тяжко читается Вообще даже слово не влезло или что это Просто обрубилось Так вот тоже лучше не делать Если ставишь фотку, делай так, чтобы она Была с каким-то сюжетом Например, вот таким Ну, тут вот рука Надо, значит, ну, как-то вот эту руку там В фотошопчике взять и убрать И вот это, ну, это откропать можно Например, вот такое можно кропнуть А руку, ну, значит, придется больше тянуть Но тогда тут уже обрубаются В общем, просто неудачная фотка Либо оставлять двух персонажей, чтобы они не обрезались Но у тебя левый персонаж, видишь, обрезался Просто неудачную фотку выбрал Либо в фотошопе взять, запустить плагин И удалить эту руку И вот тут вот И будет сильно лучше Но тогда по высоте фотку надо делать больше Потому что у тебя еще, вот, видишь, оказывается Она на полу стоит И там даже отступ какой-то есть Вот, надо руку убрать и будет хорошо Кстати, тут тенюшка есть, тут тенюшки нету Огромные заголовки А заголовки, они же начинают блок А у тебя блок начинается Вот смотри, прошли, прошли А потом, вот, видишь, как блок пошел Ну ладно, этот блок мы как будто бы вот так вот взяли и прочитали А тут вот мы читаем, читаем, читаем И читаем дальше Вот по этому столбику А тут заголовок, во-первых, в два раза одинаковая композиция Просто абсолютно одинаковый Значит, скучно, значит, однообразно Вот, а если ты возьмешь, тут поменяешь местами Уже станет, во-первых, заголовок первым по порядку А во-вторых, станет уже чуть интереснее Может быть, вот сюда и тогда вот это туда А тут, кстати, и фотка напрашивается У тебя тут фоток нету Или вот сюда фотка А тут, у тебя тут очень много текстового контента Тут вот хорошо фотки разбиты А там уже слабенькое Огромное расстояние Это уже как будто бы абзац Это как будто не одно общее повествование Как будто это вот одна строка, а это вторая строка Обычно сначала спрашивают, чего тебе надо А потом, как с тобой связаться А то представься, телефон оставь А потом, а чуть-чуть вообще надо Поэтому сначала Когда вот просят оставить Например, какой-то вопрос Задать или еще что-то То сформулируй вопрос А потом контакт оставь Такие дела Вот так Кому еще что посмотреть Плюсик поставили Это посмотрели Посмотрели Банана Кто-то банана на связи Сейчас глянем Вы там, кстати, проверьте доступы Чтобы работы открывались Филхук Хаюшки Спасибо, приятно Я, кстати, тут недавно думал, что Мне бы было клево стримы запускать Потому что к стриму готовиться не надо Ну там, зашел там в Инстаграм Еще куда скинул, что вот вечером Стрим и все Но по факту не надо над темой думать Не надо какие-то там заготовки делать Не надо записывать Потом монтировать Запустил стрим Пообщался с вами Все, кнопку нажал И все, и контент есть Вот, и в записи можно посмотреть И в онлайне пообщаться А ролики Это совсем другая история Вот, ролики Это ж надо записывать Надо тему Потом монтировать Там одно сказал Потом сиди Короче, прям тяжко Ну, целый день По факту На ролик там 20 минут А по факту Ну, не целый день Но полдня точно уходит Там сначала несколько часов Смонтировать Записать Потом смонтировать Потом залить Везде На бусте закинуть Снуда закинуть Везде эти теги Все настройки там Все это сделать Описание вставить Вот А если бабахать просто стримы То вообще Это столько свободного времени Появляется Вот если, например 10 стримов запустить И 10 роликов записать Вы не представляете Насколько это большая разница Я вот вспоминал Времена Когда было много стримов И тогда получается Можно на неделе Просто стрим запустить Но тогда ролика не будет Вот Но тогда как бы Мне свобода больше А так стримы, конечно Сильно проще Хаюшки Привет всем Друзья Всем привет Привет Привет, мой милый друг Так, что нам надо посмотреть-то Интересно узнать Что я сделал адаптивы Не успел Что я сделал не так Сетки нету А как без сетки Куда сетка делась Как-то там без сетки А, вот сетка есть Сорянба А что это она тут не видна А, ну тебе просто Настолько белое Что на белом не видно Или как-то Просто странно Тут видно А в режиме контуров Не видно Вот Компоненты есть Сетка есть Молодцы По визуально одинаковые Вот видите В режиме контуров Можете просто Вам даже не надо Смотреть на дизайн Чтобы понять Что аккуратный макет Видите, как классненько Все, отступы везде Одинаковые Повторяется Сразу видно Что автолаяутом Человек пользуется Кнопку волшебную нажали Увидели, что все Расставлено как надо Тут вот аккуратненько Короче, классненький макет Ну вот в плане техническом В плане подготовки Все прям классненько Аккуратный Приятный макет У нас девонька Сейчас группа 14-я Девонька похожая Макет делала Тоже проигру Короче, хороший аккуратный макет Тут, наверное, может Слишком близко Знаешь, куда зайди На Кстати, я давно не был Давай вместе зайдем Как он? Blizzard Сейчас какой-нибудь World of Warcraft Откроем Или вообще Мог на линейку зайти Или еще куда-нибудь Во-первых, смотри Видишь, отступы Они повоздушнее То есть текст не налазит на текст А у тебя, видишь Вот, ну, уже практически В общем, малюсенькие отступы Даже если у тебя отступы Здесь вот такие То ты можешь у текста Справа добавить отступ Чтобы текст заканчивался Ну, где-то вот здесь вот И тогда не будет Такого ощущения Что предложение переходит Из одной строки в другую Так, что нам надо? World of Warcraft посмотреть? У них же тут под каждую игру Свое оформление Насколько я помню Может, уже изменилось что-то А, кстати Да, мы же в конце Я расскажу Кто попал через конкурс На бесплатное обучение А еще расскажу Кто за активность попал И там попрошу Кто, ну, кто хочет Кто давно активничает А я не замечаю Под этим роликом Написать коммент Когда он появится Чтобы я потом почекал Так, что-то долго грузится Давайте пока грузится Я вам покажу Вот, смотрите Как проверить можно Это вот я Три месяца назад узнал И сегодня снова пользовался Смотрите Когда на телефоне запускаешь Вам же видно? Да, видно Когда я запускаю Расси посетили многие программы И фигма, конечно же Вот, смотрите Просто нажимаю на аватарку Вот, смотрите Нажимаю на аватарку И высвечивается Вот такая статистика Вот, например Человек мне оставил Один из комментов И два раза Я даже сердечко нажал Потом нажимаю следующему И у него вот такая статистика 38 комментов 7 лайков Вот Лера Лера у меня уже отучилась бесплатно Вон, видите, сколько у нее там И есть вот такие ребята Которые на бесплатном отучились И есть, в общем, есть два вида бесплатников Одни, которые хотят место бесплатное получить А потом, ну, обучение прошло И все И человека больше нет у меня Ни в Ютубе, ни в Инстаграме Ну, и все И он уже даже видно Иногда заходишь к другому какому-нибудь блогеру И видно, как человек там в комментах уже активничает А на меня уже все Уже я тебе не интересен А есть ребята, вот как Лера И еще несколько человек Они уже отучились бесплатно И они все равно активничают Потому что благодарны И я вот благодарен таким ребятам Вот смотрите Тут, видите, может у нее 101 А может у нее 501 Вот этого, к сожалению, тут не видно Но все равно 100 комментов Это прям, ну, нормально Вот Так что, кто хочет А вот, кстати, сейчас учится Нет, не она Вот Аня Тоже 100 комментов 55 лайков я поставил Она сейчас учится Так что, если вдруг Ну, я там скажу Кого я за активность взял в этот раз И если кто-то вдруг активничает А я этого не замечаю Так, чего зависло это все То под этим роликом Оставьте коммент И напишите А посмотри меня А посмотри меня А меня посмотри А меня посмотри Чтобы я понимал, что вы хотите Чтобы я вас посмотрел Но это если вы Ну, реально давно активничаете А там не 3 месяца Потому что есть ребята, которые Начали вот 3 месяца назад А, ну, как бы 3 месяца Это же не год, не два Так, вот смотрите Какое оформление И вот, например Видишь Мы читаем-читаем И хорошо заметно Что большой воздушный отступ То есть нет такого ощущения Что мы переходим Из одного Блока в другой Тут больше такого нету Примера Вот А у тебя Ну, слишком близко, короче Просто воздушный отступ И добавить И все Ну, то, что у тебя Фотка к фотке стоит по сетоньке Это нормально Просто текста добавить И будет вообще победа И по высоте добавить больше Да Что-то прям послепалось У тебя тут еще и ВВ сломалось У тебя расстояние внутри Такое же, как снаружи А надо бы раздвинуть А так смотрится ровненько Аккуратно Аккуратно Классненько Может быть, знаешь что Не хватает цвета Ну, потому что Вот этот цвет активный твой А ты Ты же вот этим цветом Делаешь ховера И что-то выделяешь Вот, например Идет какая-то графа И она у тебя выделена А у тебя настолько Этот цвет не контрастный Что он наоборот теряется То есть у тебя Неактивные пункты Видны лучше, чем активные Ты ховером не выделяешь А наоборот прячешь А должно быть наоборот И вот текст Он у тебя читается Ну, его почти не видно Слабый контраст И тут тоже практически не видно Тебе вот этот вот цвет Надо сделать сильно насыщеннее Смотри, у тебя То, что не нажато Видно сильно лучше, чем то, что нажато Делает цвет насыщенным У них тут есть какие-то ховеры А у них такое Ну вот, смотри Видишь, какой яркий цвет Он так же хорошо виден Но не хуже И даже лучше, наверное Поэтому делайте яркие ховеры А так макет классненький Хорошенький Не чисто белый Классненько Молодец Вот, на 80% Короче, молодец Классный макет На лица нигде не попало То бывает сделают Какой-нибудь такой вот Заголовок И вот прям по носу Или там на лицо А тут классно И фотки такие классные Короче, класс Молодчина Молодец На Тиме Так, кто там дальше? Дальше кто? Так, Ганана молодец Ангелина Так, Ангелина Вот я говорю Проверьте доступ Ангелина доступ не проверила Идем дальше Дальше у нас Вика Так, вопросики есть? Нет вопросиков Просто общайтесь Хаёшки Привет 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 Так, чего у нас тут? Привет, спасибо Пожалуйста Верстала макет сама Так, скидывай ссылку Посмотрим сразу и верстку Что получилось Или в смысле верстала собирала А то под версткой Многие по-разному понимают Кто-то верстка Это именно Веб-верстка Когда уже в браузере смотрим А кто-то под версткой Понимает Ну, в смысле Расположение текста Флот Я текст из верстала Тоже выглядит аккуратно И даже есть асимметрия Ну, не просто там 2-2-2 3-3-3 А вот что-то тут Как-то большая фотка Как-то 3 А тут 5 То есть Не 4-4-4 4 Ну, скучно Когда 4-4-4-4-4-4 А вот смотрите 3, а здесь на 5 Есть асимметрия Здесь побольше Поменьше Побольше Что-то выделено Короче, классненько смотрится Хорошо Смотрится аккуратно Тут, наверное, слишком много жирного Жирный нужен для выделения Вот, например Взять и что-то выделить Взять и выделить Вот тут жирный Работает так Как он задумывался Для выделения И талик то же самое Или подчеркивание тоже Выделить ссылку Среди всего текста Дать понять Вот какой здесь текст Будет ссылкой Взяли и подчеркнули То есть мы выделили Вот этим стилем Подчеркнутым А тут у тебя Все жирное И спрашивается А почему Все жирное Вот И если у тебя Оно все жирное Тогда лучше сделать Все нежирным Потому что Жирный текст Сложнее читать Лучше тогда Наоборот убрать Вот эту жирноту Вот тут выделено А по ощущениям Еще как будто Разные стили Нет Просто Лайн хейт разный 24, 26 Остальное совпадает Но все равно Разный Спрашивается А чего разный А чего не одинаковый Хорошенький Аккуратный макет Эти штучки Можно зеленым сделать А тут нету Зеленого Ничего Ну или синим Тогда Ну и зеленый Как будто онлайн Вот такие штуки Обычно показывают Онлайн Оффлайн Но если будет Там ставят Или тире Или галочку Или плюсик Или еще какую-нибудь Звездоньку А вот кружки такие Они показывают Онлайн Оффлайн Особенно если дата Какая-то То вот 21 марта Мы как будто бы Онлайн Или тут вот В Ростове Мы будем онлайн И вот можно Ну короче Я бы синеньким сделал И может ровнее Поставил бы Тут вот неудачно Получилось Из-за вот этого Может тогда Они вообще не нужны Точки эти Потому что тут вот Кривенькое Оно прям в глаза Бросается Ну может оно только Дизайнерам бросается В глаза Может не дизайнеру Вообще пофиг Так хороший макет Карту надо вставить Какую-то Если ты вот верстальчику Отдаешь такое Типа карту Ты же заказчику Что-то показываешь Ты покажи прям Карта Потому что карта Бывает тоже Бывает вставят карту И так сильно зазумят Ну в смысле приблизят Что там очень-очень Крупные города Эти Названия городов Названия улиц Оно прям мешает Заголовком То есть карту Вписать это тоже Целая проблема Ховеров нету Каким цветом Каким цветом Будем перекрашивать А что это А это Пенгахина В общем молодец Смотрится хорошо Сетка есть Компоненты есть Молодец Тебе тоже Хватит Так Лешики Тесты в обновлении Фигня Ну я посмотрел И понял Что это прекрасное Обновление Оно позволит Отсеять Технических Бездарей Вот если раньше Ты приходишь На собеседование И там Shift-O нажали И сразу понятно В конец очереди Тебя посылать Или нет То теперь Ну раньше Хотя бы джуны Что-то слышали Что-то компоненты Что-то фиолетовый Что-то там Мастер нажмут Что-то где-то фиолетовый Есть А теперь вот эти вот Технические бездари Которые не понимают Что Ну компоненты Это никто не отменял Они вот Из-за вот этого Мульти Выделения Перестанут вообще Компоненты использовать И все Это же прекрасные новости И вот эти бездари Они себя просто Отфильтруют Так вот Ангелину посмотрели Вот это посмотрели Да Вот И это прекрасные новости Вот Но я про это запишу Но Слушайте Там есть одна фича Прикольная Это знаете Как компоненты В фотошопе В смарт-объекты У смарт-объектов Есть прикольная фишка Что В какой бы ты Смарт-объект Не завалился Вот Ты можешь сюда Зайти В смарт-объект Там изменить Например На какой-нибудь красный И у тебя Все станет красным То есть Вот тут ты изменил красный И у тебя все стали красными И ты можешь Вот здесь Вот провалиться Внутрь вот этого Смарт-объекта Тут изменить на красный И у тебя все равно Все станет красным Вот То есть там В отличие от фигмы Компоненты Ты можешь Ну через любую дверь Зайти А в фигме Мастер-компоненты Это что-то главное Есть главный компонент Через который Все и меняется Хотя Есть еще и такой Это план B Когда мы например То есть вообще Официально Как будто бы Через мастер Мы можем все поменять А тут как будто бы Мы не можем поменять Как будто бы Но на самом деле Это не так все работает Чуть-чуть Потому что тут тоже Короче Вы смотрите Вот есть компонент И его Есть Дочки Вот И на самом деле Мы можем Короче Про эту функцию Просто мало кто знает Мы и здесь тоже Можем взять И красный поменять Но видите Оно пока не отреагировало То есть смотрите Когда мы меняем В компоненте В главном Хоп Все отреагировало сразу Когда мы меняем Вот здесь Например на красный Ну пофиг на что Что-то взяли Поменяли Ничего не отреагировало Пока мы не проваливаемся Вот сюда И говорим Запуши эти изменения В мастер И вот таким образом Мы мастеру сказали Ты тоже таким становись Вот И таким образом Мы можем валиться Тоже в любой Например взяли Вот здесь вот сделали Зеленый Какой-нибудь А мастер то остался синим Но мы можем Вот тут вот сказать Иди запуш И все стало таким же Вот получается Что как будто бы В фигме тоже можно Любой компонент менять Как будто он будет Тоже главным Вот А в фотошопе Не надо вот это пушить Оно автоматом Изначально так работает Где бы ты не завалился Оно везде так будет работать Так вот Вот это мультиредактирование Вот единственное такое Преимущество над компонентами Кто вот про вот этот пуш Не знает Кто про вот эту штуку Не знает Вот про вот этот пуш То единственное применение Что можно Ну тоже Ты выбираешь Через мультиредактирование Что угодно И ты можешь Ну ты можешь Выбрать И это И это И это И это То есть тебе без разницы Что первым выбирать Вот А кто знает Что есть пуш То получается Как будто бы Этого преимущества И нет на самом деле Вот А так-то Короче Эта штука Она помогает Это на вот это Посмотреть надо Да Давайте сразу Бехан глянем Обложку Вот Она помогает Компонентах В чем вообще идея Вот этого вот Мультиредактирования Смотрите У нас есть Разные штуки Вот И мы это все Бахнули вариантами Компонент set Вот У нас тут везде Появились Самостоятельные мастера То есть Если мы тут Что-то меняем Вот тут вот В мастере Оно не реагирует Вот Но теперь Через мультиредактирование Мы можем Везде сразу Все мастера То есть Это проапгрейдило Работу с компонентами С вариантами В первую очередь А как вы вообще Планируете Пользоваться Прототипами Менять там Какие-то анимашки Настраивать Какие-то там Настраивать Ховеры Какие-то там Всплывахи Менять Еще что-то Без компонентов Без вариантов Ну то есть Вариант Это же компонент Вот Получается Что эта штука Проапгрейдила А те Кто радуется Ура Ура Компоненты Не нужны Там есть ребята Которые Не только Слово компоненты Не нужны Они говорят Стили не нужны Как Как ты вообще Планируешь Работать Без стилей Ну то есть Там человек Настолько Радостный Говорит Что компоненты И стили Не нужны Вообще Просто Грусть Тоска Поэтому Клевый Апдейт И он Вот этих Технических Бездарей Он просто Отфильтрует Вот Поэтому Это клево Теперь Бездарей Станет больше Это грустно Но Просто Тем Кто пользуется Компонентами Кто вообще Технически Подкован Им станет Лучше Потому что Конкуренция Станет меньше Вот Так что Классный Апдейт Но я про это Запишу отдельный ролик Если какие-то Ну не сейчас Сейчас я вот Завтра про привязки Буду записывать ролик А следующий уже ролик Будет про компоненты Про компоненты Будет наверное ролика Три Первый Это просто обзорный Что такое компоненты Второй Это как свапать иконки Третий Не знаю пока про что Наверное еще будет Отдельный про свойства Компонентов Как настраивать свойства Компонентов А потом Вот это Мультиредактирование По примеру Как я сравнивал фреймы Секции и группы Тоже объяснил Когда что лучше использовать Вот Но компоненты Никуда не делись Поэтому Не расслабляйтесь Да Кто приучился К компонентам Это как знаете Как с автолаяутом Вот этот враб Все там боялись Что вот появится Вот этот враб Так я тут не могу Делать ничего Вот появится Вот это волшебный Ну это я боялся Всегда говорю Все боялись А это я боялся Вот появился Вот этот враб Вот эта волшебная кнопка Которая как будто бы Должна оставила По моему плану Должна была Оставить дизайнеров Без работы Потому что как будто бы Заказчики должны были Теперь делать адаптивы Сами закрытыми глазами Очевидно Что этого не случилось Никакие заказчики Теперь адаптивы не делают Эта штука нам теперь помогает Нам дизайнерам помогает Более гибко настраивать Автолаяут Абсолютно такая же история С мультиредактированием Теперь компонентами Стало проще пользоваться А не отсутствием компонентов Короче вот эти вот ребята Которые там Вау Ура Компоненты нужны Просто обнять и поплакать Вот Клевенько смотрится Тоже Сегодня вы слушаете Такие классненькие работы Опа Расписывала все Классно Если сравнивать Веб и мобилки То мультиредактирование В мобилках Чаще будут использовать Чем в вебе Потому что мобилки Тут все-таки экраны Но все равно У нас Все эти бары Они же закомпонентчены Ну как будто бы Вот когда мы делаем Один экран И второй экран И как будто бы тут Ну тексты 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 Как будто тут Ну тексты Мы не будем В компоненте тексты И вот надо потом Отредактировать два текста Вот тут вот пригодится Потому что мы Одиночные тексты В компоненты не бросаем Не закидываем Короче в мобилках Чаще будем использовать Чем В вебе Все собрало И кстати Закинуло в конец Молодец Я вот ребятам рассказываю Что я вот этой штуки Не понимаю Особенно когда начинают Расписывать Алфавиты А еще бывает Два алфавита Еще русский И английский Расписывают И там просто Вот целый Вот этот вот Слайд для алфавита Ладно написать Название шрифта Ну кто кому-то Будет интересно Или вот эта штука Вот я всем объясняю Что я не понимаю Для чего вот это Вот для чего Ты пишешь цвета Ну чтобы что Ведь каждый так понимает Вот человек Дизайнер Вы закидываете Работы на Behance На 95% Для других дизайнеров Не для заказчиков Не для агентств Не для рекрутеров Не для дизайнеров Все на Behance Идут и смотрят Кто что делал Чтобы там вдохновиться Посмотреть что-то И любой дизайнер Из этих 95% Понимает какая тут Цветовая гамма И если ему нужен Скриншот Если ему нужно Взять цвет Он просто берет Делает скриншот В свой макет Вставляет И пипеткой забирает цвет Вот у него такой цвет И вот у него рядом Вот такой цвет Все Он вот так забрал цвета Никто в здравом уме Никто не будет Печатать тексты Нет такого дизайнера Который будет Печатать тексты Во-первых Куда печатать Вот на Behance Мы же не можем Ну нажать T И вот тут вот Напечатать И скопировать код Не можем Значит наверное Придется делать скриншотик Вот так вот поставили Перешли сюда И давай печатать А6 6 5 F F F F F А еще видите Может там Не переключиться То есть мы тут Время теряем Первое А тоже надо проверить Чтобы она все-таки была Кириллица Вот так вот забрали И после этого Пошли И вот сюда вот Вставили Ну пипец Вообще Вы представляете Что кто-то так делает Дизайнеры так не делают Дизайнеры берут цвет пипеткой Поэтому я вообще Не понимаю для чего Ну это получается Это просто вот Ну дизайн ради дизайна Просто для чего-то Вот поэтому этот блок Я вообще не признаю Вот это еще понятно Для чего Показать шрифт Но тоже напиши Какой шрифт Зачем вот это вот Тем более так мелко Тут миллиард элементов Которые отвлекают Понятное дело Что каждый сам решает Как оформлять И решает Надо ему вот это Или вот это Но если вам интересно Мое мнение Я вот этого вообще не признаю Вообще просто Это просто Ну я не Как этим пользоваться Ну этим не пользоваться Это просто Занимает место Вот Еще я бы тебе посоветовал Не привязываться К макапам Вот ты тут привязала Тут вот эта щелка Вот И получается Что это определенная Какая-то модель Это как 12 сентября Ты крутой У тебя там Челка А 13 сентября У тебя весь дизайн Состарилась Она целое поколение Не на один день А на целое поколение И тебе как будто бы Надо идти переделать Все макапы Макапы Поэтому вот такой вот Вот смотри Каждый понимает Что это Телефон Каждый Как-то корявенько Получилось Как будто бы уголки Какие-то корявые Вот И любой понимает Вот это еще на андроид похоже То есть Просто сделать прямоугольник Вытянутый И все Тем более у тебя стиль Такой тут В минимализме Вот плоская Все А тут бац У тебя вот эти Псевдо макапы Вот поэтому Я бы макапы Не использовал Они Ну Состаривают просто Это просто Очень много Всяких лишних элементов Которые Отвлекают от контента И забирают Внимание Ну а главное Что это просто шум Визуальный Лучше контент Пока вот абзацев нет Видишь Так отвлекли макапы Что я даже не заметил Что у тебя абзацев нет За абзацы наказано Ну как-то У тебя вообще абзацев Просто нет И строки рвать нельзя Либо ты пиши дальше Либо делай абзац Нельзя рвать Вот так что макапы Ребята Ну такое дело Что лучше не использовать Так Подскажи Куда присылать А вот Аня скинула А вам же не видно Что я читаю Классно Рад что кто-то Пользуется компонентами И я помог Приучить Себя Кому-то К компонентам Это классно Так Максим У тебя классная работа Классненько Ну презентация Классная Но за абзацы наказан Нельзя без абзацев Как это так Что это уже 40 минут прошло Это так время на стримах летит Это думаю Что у нас стримы Там по 4 часа Так что нам тут написали Что-то посмотреть Или нет Настя Ничего не написала А что это Варианты бахнула Это варианты Где Погодите-ка Это не вариант Нет Ну это компоненты А, ну просто компоненты Не варианты Да, то я не понимаю Ну зачем делать Разные варианты Это у тебя просто Разный контент Ты сразу контент Подготовил и показал Нормальный план Вот А когда вы делаете Варианты Ну тогда не понятно Ну смотрите Варианты нужны Для того Кстати криво что-то Тут что-то не попало И тут не попало И тут Ну ладно Тут улетело Это улетело Но что-то вообще Мимо сетки Вот Хотя тут вроде попало А тут не Ну тебе либо сетка нужна С большим отступом Либо Ну ставь по сетке Одно из двух Либо ты ставишь по сетке Либо ты сетку неправильно подобрал У тебя тоже абзацев нету Видите Ой, это я тебе что-то сделаю А, кстати, это может я тебе случайно Ну-ка, Ctrl-Z Не, у тебя тоже отступа нету Абзаца нету В смысле Вот Значит, что я хотел сказать И тут что-то куда-то улетело Смотрите Если у вас есть какой-то блок Например Вот такой Вот И он отличается Ну только контентом Здесь майя первая А тут майя вторая А тут появился абзац А тут там Четыре года А что не настроено-то Вот То это не варианты Это одно и то же Это изменение свойств А если у вас, например Здесь появилась какая-нибудь иконка Чего такое Вот Появилась какая-то иконка Здесь появилась какой-то там Автор цитаты Здесь Там кавычки появились Какие-то Ну, что, цитата Это уже вариант Это уже вариант Это другое Отображение И ты переключаешь Надо тебе вот это Или не надо Вот Это уже вариант А когда у вас меняется контент Не надо делать варианты Понимаете? Иначе Просто для замены контента У вас будет так много вариантов Вариант это же компонент А компонент мы показываем Когда что-то повторяется Два и более раза Если у тебя один раз изменился контент Ну, было такое имя Стало другое Название То это же Второй раз А что это? Жирная А тут не жирная А тут снова жирная Помочь Ну, ладно Хотел сказать Плохой глагол Потом подумал Что нормальный глагол Обзацев Да, еще Твои строки Либо ты дальше пиши Либо абзац сделай Нельзя так делать Что-то вообще неровненько Здесь такое Стоп Тут такое Стоп Ну, табличка Это же то же самое Что кнопка Вообще Один в один Вот и твоя кнопка Вон, даже вытянутая кнопка Вот, смотри Вот твоя таблица У тебя же тексты стоят Посередине ячейки Или вот твоя таблица Вот, видишь Вот, ну, это же таблица Это ячейка, ячейка, ячейка И у тебя тексты стоят посередине Вот, тогда спрашивается А почему у тебя здесь Настолько не посередине А, у тебя отступы А, у тебя было У тебя отступы Все сломали Тебе не надо здесь отступ ставить Ой, сорянба Сорянба Отступ Убираем Вот у тебя ровная табличка Ну, только не в сетку Не попало Но, табличка ровная А где компонентики? А, сейчас компонентов нету А я через мультиредактирование Возьму Все тексты поменяю И будешь стоять в конце очереди Смотреть, как люди уже деньги зарабатывают А тебя все еще на работу не берут Через мультиредактирование Ховеров нету Отступы внешние Вон какие Ребята, у многих популярный фейл Что футер делают С мелкими отступами Футер это такой же полноценный блок Смотрите, есть блоки, которые карточные Вот, например Ну, это карточка просто Вот эта карточка Видите, это карточка И поэтому отступы не внешние Вот это вот внешний большой отступ Внешний Между блоков Это вот один блок Это вот второй блок Вот это внешний отступ А тут Это отступ Во-первых, он внутренний Внутри этой карточки А во-вторых Он сильно меньше, чем внешний Вот смотрите опять Внешний отступ внешний Во-первых, они должны быть одинаковые А тут вон, насколько разные Во-вторых, в карточках не надо Такие огромные отступы То есть мы не делаем карточки Вот с такими же внешними отступами Как здесь Это карточка Это отступы уже внутренние считаются Вот А когда вы делаете блок на всю ширину То есть если вот эта карточка будет вот такая На всю ширину полноценный блок То естественно мы делаем внешние отступы Это вот внешний отступ Там заголовок тогда внутри должен быть Контраст наверное вот так Ну и побольше отступ бахнуть Вот и тогда надо Вот это отступы побольше делать Вот и тогда Если это полноценный блок От края до края На всю ширину Полноценный самостоятельный блок То естественно у него внешние отступы Должны быть такие же внешние Как у любого другого Вот есть контент Это вот начинка Начинка И от начинки до другого блока Точно такой же большой отступ Как от начинки до другого блока И тут то же самое Это начинка и от начинки до другого блока А если у нас карточка То внутри карточки Совершенно другие отступы Малюсенькие Так вот смотрите Футер это карточка Нет Он же на всю ширину Это полноценный самостоятельный блок Тогда спрашивается Почему его внешний отступ От начинки до другого блока Такой малюсенький Заголовка нет Ну и что? Кто сказал, что наличие заголовка влияет на отступ? Нет. Вот должны быть такие же внешние отступы, и большой воздушный футер смотрится абсолютно нормально. Не надо его пытаться сделать каким-то там, каким-то малюсеньким, замкнутым, в смысле, когда там текстовало тесно. Тут бы еще можно было писать, сколько осталось, тогда воспринимается проще. Например, вот тут вот надо считать, сколько там осталось, а когда человек видит, там осталось тысяча, там сто рублей. Он такой, тысяча сто рублей осталось, пойду докину. Вот, так что такая штука, замануха, могла сыграть еще, и, наверное, тут по цвету надо поделить. Вот, потому что два цвета одинаковых. Одно, ну то есть вот это, это пустота, ну в смысле, два из десяти, два из десяти, или два из десяти. Вот, вот это вот пустота, и мы должны ей показать, сколько всего. То есть вот это надо снизить акцент. Вот, вот, вот на чем надо делать, на начинке, а не на пустоте акцент. И вот это вот как раз-таки пустота. Ну, собственно, как и вот эта штука. Она, кстати, тоже у тебя не пустая. Ну, как будто сюда налили чернила. Вот эта штука должна быть в цвет фона. И темнее. И зачем тут тень? Слишком темная. Вот, теперь подружили вот эту пустоту, и вот чернила идут по вот этой вот, можно сделать даже побольше просто. Она не хочет там делать. Ну, короче, побольше, чтобы заметнее было. Вот, а так-то пустота на пустоту не похожа. И что-то в сетку не попадаешь. Ну, как, тут обрежется все. И логотип какой-то сплюснутый. Есть ощущение, что тексты тут тяжко живется. В сетку не попадаешь. Да, попадай в сетку. Любимая рубрика. Так вам нравится. Классно. Я, кстати, хочу сайты вам классные попоказывать. Вот, ну, просто там фигме еще столько всего надо. Тоже, короче, столько всего надо. Надо, 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 надо. Позаписывать, попоказывать. Вот. А я хотел рубрику вот этой вдохновляшки. Показать вам классные сайты. Каких-нибудь штуки 3 или 5 сайтов на какую-нибудь тему. Потому что там рубрика тоже вроде как многим зашла. И хотел ее оживить. И вот сегодня, ну, в смысле не сегодня, а завтра, хотел новый выпуск записать. Потом подумал, что пора уже начинать перевязки, компоненты. Потому что многие этого ждут. А еще будет много роликов про прототипы. Буду показывать там всякие слайдеры. Все, 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 все. Вот, в общем, про прототипы, наверное, будет роликов аж 10. И там прототипы через переменные буду показывать. Всякие разные легкие, сложные. Короче, где взять время на все это? Непонятно. Так, кто там дальше? Это мы посмотрели. Антон. Решил себя отправить. Молодец. Чего стесняться? Так, я вам музыку не включаю, потому что YouTube ругается. Это на обучение. Там можно включить музыку. Любую. Первая работа. А сетка где? На первую работу. Фиолетовая есть. Но не везде. Булевые операции освоил. Молодец. Ну, компонентики не освоил. Делаешь разными слоями. Ну, они, конечно, у тебя послепались все. У тебя, видишь, ДТП даже. Смотри, есть волшебная кнопка. А, это... Давай выключим волшебную кнопку. И вот так включим, чтобы ты видел, где она включается. Вот тут заходишь вот сюда и включаешь в Outline в режиме Contour. Вот эту штуку. Хоба. И ты теперь видишь, что у тебя текст заехал в другой текст. Это отрицательный отступ. Во-первых, отрицательный отступ уже намекает тебе на то, что оно слиплось. А во-вторых, верстальщики пипят как не любят отрицательные отступы. Поэтому надо раздвигать. И когда ты выберешь отрицательный отступ, у тебя уже будет воздушнее, уже не слипнется. Ну, и все, что повторяется, надо... А что у тебя? Вот это вот, что оно там... А, это картинка. А, это слайд такой. Слайд некрасиво вставил. Ну, видишь, у тебя попали кругляши из погинации на текстовку, на логотип. Это, конечно, верстальщик еще подумает, что вот эти штучки сверстать надо. А тут что-то погинация на погинацию, на стрелке еще. Это вообще какая-то беда. Как будто скриншотики не отсюда. Если вставляешь такие скриншоты, ты же вот это вот убирай. Много белого. Нельзя так. И над заголовками должно быть прилично больше, чем под заголовками, чтобы было понятно, что, где, куда, к чему относится. Надо вот тут вот раздвигать, чтобы один булочок, второй булочок, третий булочок были подальше друг от друга. Или вот тут расстояние сделать меньше, а вот это оставить. Тут слишком много капса. И, конечно, читать такое вот, смотрите. Во-первых, много капса. Во-вторых, куча текста, который шумит. Срок, стоимость, срок, стоимость, срок, стоимость. Есть хороший принцип. Если что-то можно убрать, смысл не изменится. Надо убирать. Вот если мы оставим 5000 Р, только не Р, а рублики есть же нормально. А шрифт не поддерживать, что ли? Да, шрифт не поддерживать. А, я печатать не могу. А чего я не могу печатать? А, потому что... Понятно. Ну, короче, есть знак рубля. И ставь, не стесняйся. Или уже тогда маленькую R она будет все-таки поприятнее смотреться. Вот. И если у тебя цена и знак рубля, или хотя бы R, все понимают, что это цена. Не надо подписывать. Ты же не пишешь кнопка двоеточие заказать. Не пишешь. Ты же не пишешь заголовок двоеточие лендинг. Когда спрашиваются, зачем ты пишешь срок 5 дней. Все и так понимают. Проведение анализа 5 дней. Можно написать за 5 дней, а тогда везде за будет. Или если не очевидно, что такое 2 дня, сделай сверху шапку. Просто напиши услуга, длительность и стоимость. И все поймут. И не надо будет. Ты один раз подпишешь, не надо будет 8 раз писать. Капса очень много. Еще и разного размера. Здесь такой, здесь такой, здесь такой, здесь такой. Тут не капс, но такое. Очень много стилей. Да, для первого дизайна ты, конечно, на винегретил. Надо убирать половину всего, что шумит. Потом половину стилей. Оставить заголовки, оставить заголовок первого уровня. Вот это по идее. Потом заголовок блока, это H2. Потом заголовок внутри карточки, это H3. Может быть какой-то H4, еще где-то вот внутри какой-то таблички. И текст оставить. Просто вот тексты, чтобы у тебя здесь текст и здесь текст был одинаковым. И тогда оно будет, во-первых, смотреться аккуратнее. Во-вторых, и ровнять надо по верхней строке. Потому что если будет очень много текста, это вообще в середину уедет. Будет некрасиво. Вот. Ну, для первой работы нормас. Смотрится как будто бы интересно. Есть вот такие вот штуки современные. Хотя они же, наверное, уже не настолько... Мода такого дела. Сегодня одно современно, завтра другое. Но самое, что... Самое такое, что никогда не состарится, это русский беханс. Стилистика русского беханса вообще обожаю. Потому что она переживет все на свете. Кнопка огромная. 28 пикселей. Это заголовок. Это вот сюда 28. Кнопка. Это обычный текст. Что такое ссылка? Вот смотри, у тебя ссылка. Это просто текст. И кнопка. Это абсолютно то же самое, что ссылка. Только вокруг текста есть прямоугольник цветной. Вот и все отличие. Ссылка. Это просто ссылка без прямоугольника. Кнопка то же самое, только с прямоугольником. Спрашивается, почему ты для ссылок делаешь нормальный размер текста, а кнопка огромная. Непонятно. Так вот, русский беханс переживет все. Все на свете. Всегда будут и пышники, поэтому всегда будет процветать русский беханс. Малый бизнес – это русский беханс. Кто вот делает в русском бехансе, если вам нравится то, что вы делаете, вот эти всякие пчелки, чайки, птушки, и что там, облачка, вообще будете процветать всегда. Потому что всегда будет заказчик на русский беханс. Вот. А все остальное, сегодня современно одно, а завтра другое, там через 2-3 года, третье. Вспомните вот эти вот, какие тексты по кругу, как были популярны в тильде одно время. Сейчас их уже не так часто встречаешь, но бегущие строки еще часто встречаются. Потом вот эти вот штуковины. Санта-Барбара, вот это вот. Они же какое-то время были, ну, очень популярны. Вообще там в каждом проекте были. Все, мода прошла. Такое дело. И так вот, вот эти вот буллетные штуковины. Ой, буллетные. Как их? Булевые. Вот. Ну, тоже. Сейчас одно современно, а завтра уже без этого. Так, что там? 50 минут. Давайте еще что-нибудь посмотрим немножко. Пообщаемся с вами. Потом расскажу, кто на бесплатное обучение попал. Так, Данилу мы не посмотрели. Вот это, да, там плюсик стоит. Да, о, как сплющило. Привет, и тебе привет. Приветик. Как лучше указывать белорусские рубли, Буна? Ну, белорубы, по идее, указывают. Ну, белоруб – это прям, ну, очень длинный и очень, ну, слишком много. У тебя же, скорее всего, будет как много цен. Ладно, у тебя одна цена. Если у тебя просто продается что-то, например, какая-то услуга или, ну, просто какой-то предмет, тогда ты запросто можешь написать белоруб. И вообще, нема базару, даже если ты, там, для Беларуси сайт делаешь. Но если у тебя интернет-магазин, и у тебя в каждой карточке, у тебя-то на экране 8 или 12 карточек, и в каждой карточке будет белоруб, во-первых, это не просто руб, это белоруб. Это руб и так много места занимает, а белоруб занимает место в два раза больше. Вот. И у тебя будет, и у тебя будет это все очень-очень сильно шуметь. И поэтому, естественно, в интернет-магазинах, ну, никаких белорубов. Вот. Но, скорее всего, белорубы ставят ребята, которые делают сайт не в Беларуси. Вот. И они показывают, что это цена в белорусских. Вот. И им для того, чтобы дать понять, что это белорусские, а это российские, им нужно указать белоруб. Вот. Они, конечно, страдают. Вот. А ребята, которые делают у нас сайты, ну, для нашего региона, для Беларуси, просто пишем рубли и все. Или буны. Буны, три символа рубли. И все и так понимают, что у нас в Беларуси заходишь на какой-нибудь сайт точка байт, и понимаешь, что это наш белорусский сайт, и там рубли. Ну, наши белорусские. То есть не надо уточнять, что это белорусские. В крайнем случае, где-нибудь потом в корзине можно будет на всякий случай прописать белорубли. Но в каталоге вот это Белруб, Белруб, это прям вообще, это просто, ну, визуальный шум, который пользы точно никому не доставит, а занимает кучу места, и там все страдает. Контенту, конечно, будет очень тесно из-за этих белорубов, поэтому не надо. Вот. А если где-то в России делаешь цены российские, какие-нибудь там доллары, еще и белорусские, и вот для тех, кто выбрал там белорусский язык или цены в белорусских, тогда придется страдать. То есть, представляете, из-за белорусских рублей страдают больше российские сайты, чем белорусские. Потому что мы просто пишем рубли, и у нас все все понимают. А вот там им нужно дать понять, что это белорусские рубли, а не наши российские. Такие вот наши коварные белорусские рубли, из-за которых страдают другие. Яблоки это, ну, уже можно сделать одного размера. Ну, это ж аж один начало, это аж один продолжение. Вот тут много всяких элементиков, конечно, поразлеталось. Внимание и туда зеленая кнопка, и сюда, а тут еще и круглые элементы. А круглые элементы привлекают внимание в первую очередь. Вот когда мы смотрим на круглые яблоки, мы в первую очередь смотрим на круг. У круга есть такая опция. Забрать все внимание. Вот это вот очень бледный, как будто бы не особо здоровый такой оттенок. Хочется его сделать более каким-то контрастным, а может не таким бледным. И желтый тоже. Желтый на таком фоне, ну, контрастика нет. А кнопка тоже получается. У многих не будет вот этого на этом видно. И у многих просто будет белое на белом, и кнопка вообще твоя потеряется. Кнопки должны быть яркими, заметными. Вот, хорошая, классная, прямоугольная кнопка. Понятная, потрясающая кнопка. И пропорции хорошие, и как будто даже не сбалансировано. Можно было поднять текст выше серединки. Вот, видишь, вообще контраста нет. Сливается. Запеченное яблоко. А чего? Салат черным, а тут пирог, а тут десерт. Запеченное яблоко. И десерт слова уже не вылазит. Что делать, яростальчик? Что делать в две строки, как показывать? Вот тут показало, а там не показало. Вот ступы разные в глаза бросаются здесь. Вот сколько? 50. А чего не 60? А тут? А чего не 30? Ну, одинаково надо. Если тут 60, то и тут 60. А все из-за этой пагинации. А пагинацию лучше ставить, ну, где-то снизу. Пагинация, она показывает обычно. В 90-скольких-то там случаях, естественно, ты как дизайнер можешь пагинацию влепить куда угодно. Ну, надо ли? Это то же самое, что логотип. Вот все привыкли, что логотип слева сверху или по центру. Справа, ну, никто не привык. Это где-нибудь на израильских сайтах, где в обратном направлении. Там, да. Или, например, кнопка обратного звонка где-то в хедере. Все привыкли. Или все привыкли, что вот мы скролливаем вниз, и будет кнопка наверх подняться. И все привыкли, что кнопка наверх, она где-то снизу будет потом. Все привыкли, что контакты будут где-то в конце футере. То есть есть привычки, которые удобны. И их делают отступы, в глаза бросают. Здесь слишком большой отступ, а тут слишком маленький. Ну, как бы-то разные дизайнеры делали. Очень большая разница в отступах. Вот. И есть привычки, которые не надо выдумывать велосипед. А тут тоже, смотри, отступы плюс-минус одинаковые. А здесь отступ шире, а тут меньше. Ну, и вот у тебя даже внутри блока отступы гуляют. Надо учиться ксерить. Вот. Короче, ты можешь поставить, конечно, куда угодно. Но вот ты сюда в пиндюреву, у тебя теперь какой-то отступ. Вот ты даже сама не понимаешь, куда тебе вот этот отступ мерить. До сюда, до сюда. Непонятно. Но, тем не менее, у тебя от заголовка до контента. А погенация — это не контент. Контент — это карточки. От заголовка, во-первых, у тебя сломан контейнер. А что это? И тут как будто бы, ну, контейнер-то сломан. Ну, сломанный контейнер — это, конечно, вонючая куча. Вот тут нормальный. А, тут контейнер нормальный, но вокруг него есть какой-то еще контейнер. Зачем-то. А тут сломанный контейнер. И тут сломанный контейнер. Видите, да, и только вот. Единственный не сломанный контейнер — это где-то вот тут, да? Да, но не сломанный контейнер, но вокруг него еще контейнер. Спрашивается, зачем столько контейнеров? вот так до контента надо делать одинаково и нельзя ломать контейнера нельзя верстки контейнер не будут сломаны то есть можно конечно сломать то есть можно сделать контейнер и как-то спозиционировать текст но это не так делается вот контейнеры не должны быть поломанными вот видишь просто растянут на ширину карточки у тебя есть аргумент почему потому что карточка мы тянем на всю ширину тут у тебя ничего нет у тебя просто текст ну почему до сюда или до сюда но обрубай хук у текста должен быть хук вот вы тут в смысле не хук 1 ролик не смогу а ролик про типографику еще на бусте вы просто не видели этот ролик и чтобы подробно это объяснял вот первая кнопка надо нажимать вот первая первая кнопка если у тебя однострочный какой-то короткий заголовок вот однострочный заголовок всегда по заголовок не будет длинного контента есть динамический контент есть статичные динамические это например название товара мы же не знаем какое здесь будет название товара поэтому естественно мы предполагаем что надо показать надо предусмотреть любое название в две строки вот у тебя не предусмотрено есть короткие заголовки которые статичный контент который не будет меняться. Вот мы как прописали здесь отзывы. Возможно, придет какой-нибудь SEO-шник или маркетолог и напишет наши отзывы, но все равно будет короткий. Или, возможно, придет какая-нибудь там жена маркетолога и скажет, а давай мы уточним, о чем вдруг будут люди гуглить название компании, и тогда будут отзывы о чем? Или там о-о-о отзывы. Ну, это, наверное, вряд ли так они напишут. Ну, короче, какой-то яблоний вот сюда напишут. И все равно это будет, ну, короткое. Это отзывы, яблоний и все. Поэтому тут не будет в каком-то там невероятном случае очень длинные строки. Поэтому вот эти короткие заголовки, наши новости, наши контакты, каталог, условия продаж, они не будут длиннющими. Они не зависят от дня, недели, от погоды, ничего. Они всегда короткие. Сорта. Тут можно перепечатать, ну, будет какое-то другое слово, но тоже короткое. Вот. А есть динамичный контент, от которого мы не знаем ни сегодня, ни завтра, что там будет. Например, отзывы. Кто-то написал три строки, три текста, а кто-то там пять напишет. Опять уже в одну строку не поместится. Поэтому мы предусматриваем длинное название. Вот. Или новость. Мы же не знаем, какая будет новость. Или акция. В смысле, что будет в заголовке акции. Поэтому надо делать однострочный. В первую иконку. Забыл нажать, наверное, показать. Вот. Если у тебя короткий заголовок, то мы делаем первую иконку. Если длинный заголовок, то, естественно, мы филим и показываем. У тебя там спрятано. Вот. Мы тогда предусматриваем автовысоту. То есть у коротких мы делаем автоширину, у длинных текстов мы делаем автовысоту. Третью иконку вообще нельзя нажимать. Третья иконка это значит сломанный контейнер. Ее вообще нельзя нажимать. Она нажимается автоматически во время автолаяута. Вручную ее нельзя нажимать. Вот. Она через... Когда фил меняешь в автолаяуте, появляется третья иконка. Она... Третья иконка, она информативная. Она не для того, чтобы ее нажимали. Она просто показывает настроен фил или нет. Вот. Но это посмотрите в ролике про типографику. Я там про это рассказываю. Так. Куда вы делись? Вот вы. Что там? Где оскорбление в правой части в подсказке? Вот тут вот. Там комментики есть. А вот это? Или что? Или вы не про это? Ладно, я не понял, про что. Пойдем дальше смотреть. Так. Это мы посмотрели. Нет, это не смотрели. Куда чатик делать? Не, русский беханс это потрясающая стилистика. Она переживет. Она же... Русский беханс до сих пор, она супер популярная. Ипшник, когда нужно открыть свой малый бизнес, он когда открывает сайт русского беханса, у него просто слюни текут. Он открывает минимализм, он вообще не понимает, а где дизайн, за что я плачу. Открывает сайт в русском бехансе, у него просто глаза, у него сразу звездочки. Он уже представляет, как у него процветает бизнес. Естественно, ипшники с малым бизнесом, когда они хотят запустить какой-то сайт и просто понять, пойдет ли бизнес или нет, просто попробовать в русском бехансе. Они же делают сайт для себя в первую очередь, а не для кого-то. Поэтому, ну, понятное дело, для своего бизнеса придут какие-то пользователи, мы не знаем кто, но они будут сайтом заниматься, они будут контент наполнять, они на сайт будут сильно чаще заходить, чем дизайнеры. Поэтому, абсолютно никакого этого сарказма, я всегда всем говорю, что русский беханс живее всех живых, и он в самом начале появился, и он до сих пор, кто занимается русским бехансом, не сидит без работы. Я прям уверен, что у всех там пипец там просто очереди на этот русский беханс. Вот, а опять же, русским бехансом, кто занимается давно, у того там всяких этих паков, этих облачков, этих пнгшек, шишек, пчелок, там миллиард всяких текстур, заготовок, там всяких градиентов. Короче, если ты занимаешься русским бехансом, у тебя уже просто свалка этих текстур, свалка всякого разного, и тебе делать макеты супер просто, супер изи. Вот, мне русский беханс вообще не нравится. Но я не могу, ну то есть то, что мне не нравится стилистика, я не могу говорить, что русский беханс говно. Но мне совесть не позволяет так говорить, понимая то, что в русском бехансе, ну прям ребята процветают. Кто занимается русским бехансом, они нормально себя чувствует вот поэтому то что мне русский becomes мне нравится то не знаешь что стилистика говно вообще не так это работает то есть то что у меня там месте аудитории то что там дизайнеры не могу территория стилистика говно это классно вот и как говорят на любого заказчика будет любого дизайнера будет вы заказчик вот абсолютно то же самое на любую стилистику на русский bios вообще там впереди планеты всей потому что иLP будут всегда малые бизнес будет всегда а русский бизнес им очень нравится вот поэтому такие дела и они вот эти ребята не понимают ну и пышники они открывают минимализм и не понимают а где дизайн а за что плачу так это вот это надо посмотреть да то плюс кожа стоит там очень посмотрели вот тут намешал выравнивание левая правая левая правая центр его да с выравниваниями конечно так еще короткий сайт в смысле узкий 1440 ну ладно глянем одним глазком это такие узкие сайты не смотрим на 24 во первых вот и на винегрите во первых то что у тебя ну тебя тут прям тема такая много текстового контента юридическая тематика там всегда прям завались этого текста вот то что у тебя тут нет вот этих вот статуй свободы и всякого но тут таких вот штуковин то что у тебя тут нет вот этих юридических там ребятам с папками на на ступеньках это перед банком это уже клёво то что у тебя в принципе здесь текстовый контент оформлен это ну короче классненько вот это ты молодец но то что у тебя она все во первых лево право лево право лево право центр лево ну все просто туда сюда туда сюда конечно прям вот смотри у тебя здесь слева стоит и тут справа но смысле вот этот блок стоит слева этот блок стоит справа но выравнивание левая и читаем мы слева направо по, ну, буква F. И тут то же самое. И читайте прекрасно вообще. Вот зачем здесь делать правое выравнивание? Зачем? Вообще не надо. Смотри, как тут прекрасно. Возможно, ты забыл тут или там, ну, правофлил и, короче, забыл тут выравнивание поменять. И потрясающе все нормально. Вообще все классненько. Вот. А тут, получается, читаем отсюда, потом читаем отсюда, потом читаем. Ну, короче, это неудобно. А учитывая, что у тебя все заточено на тексты, надо делать, чтобы в первую очередь было удобно. Так вот, в первую очередь надо убирать вот эти выравнивания. Такие выравнивания правые работают нормально, когда мало текста. Вот, например, надо просто заполнить уголок чем-то. И пофиг, мы вот это не читаем. Мы просто посмотрели, что там какие-то города, нам города неинтересны и пошли дальше. Но если там прям текст, который надо читать, то вот так вот правое выравнивание делать не надо. Вот этот текст, очевидно, его надо читать. Там прям много всего, чуть-чуть незамедлительно, там прям что-то очень важное. А прочитать невозможно, потому что пришли сюда, потом бежим вот сюда, а тут сначала строки нет, оно уже вот здесь, мы спотыкаемся, читать невозможно. Поэтому так делать не надо. Вот что-нибудь коротенькое где-нибудь справа поставить, это нормально. Когда посмотрели и сразу считали, это нормально. Но вот такие большие текстовки, это все, это хавайся в бульбу. Вот, это во-первых. А во-вторых, у тебя все в капсе. Ну, как капс читать? А, не все, кстати. Смотри, у тебя вначале капса нету, а потом капс пошел. Тут в капсе. Тут, а, тут в капс. Вот тут, да, вот тут вот слишком много капса. Вот. Если ты хочешь сделать текст крупнее, ты просто сделай текст крупнее. И все, вот смотри, ты сделал текст крупнее без капса. И вообще классно читается. У тебя же вот этот текст по размеру, ну, такой же, как этот. Но этот в капсе и читать сложнее. А этот тоже крупный и читается прекрасно, потому что капса нет. Поэтому убирая лишний капс, отступы тоже в глаза бросаются, что разные. Тут что-то вообще сломалось. Подробнее такой себе глагол. Вот записаться, понятный глагол. Вот, о, тут прям, да, очень-очень много капса. Каждый из заголовок орет, каждый хочет внимания, каждый пытается перетянуть на себя внимание. Тут форма, то есть вот есть форма, которая, ну, это главная форма ради этой формы. Судя по всему, вообще эту страницу придумали. А вот она дублируется. Вот, ради этой формы. И ты пытаешься заполнить форму, а на тебя орут. Иди вот это, иди вот это, смотри. А тут будут какие-то сертификаты, и эти картинки отвлекают от формы. Вот тебе нужно, ну, человеку, который с сайтом владеет, нужно, чтобы форму заполняли. А этого человека, который заполняет форму, отвлекают картинки, потом крупные, все кричит, 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 и он не будет заполнять форму. Вот, так что убирай лишнее выравнивание там, где много текста, и снижай капс. И не делай ты еще 440. Вот, а так, о, Бэк пришел. Бэк, мы тебя часто вспоминаем. Вчера, да, даже прям сегодня, где-то вспоминают. Нет, вчера был прям вспоминал. Вот, Бэк, 88 плюсиков. И Адриану. Тебя вспоминали, и Адриану. Так что, Бэк, ты легенда. Кто не знает, кто такой Бэк, вот, Бэк легенда. Слушайте Бэка. Бэк шарит. 88 плюсиков заработал, побил все рекорды. Так, кто у нас там еще? Что тут на выбор надо? Что нам больше нравится? Фурнитура или ролла? Давай фурнитуру. Ролла что-то, ну, там что-то скучное, наверное. Ну, в смысле, просто карточки, как в любой доставке. А в фурнитуре, наверное, какие-нибудь картинки красивые. Не успел подправить. Спасибо, пожалуйста. Делиться на 4. Делиться на 4 должны малюсенькие отступы. Вот смотри, где-нибудь, вот тут вот. Ну что, картинка, что ли? Показал. А, компонентиков нету. Вот, вот этот отступ 10. Можно сделать 8, можно сделать 12. То есть, если у нас есть малюсенькие отступы, вот, например, ну, какие-то вот такие, или вот внутренние отступы, делаем 32, 28, 36. Это кратное 4. Это сразу тебя будут носить на руках все разработчики. Потому что в гайдлайнах все кратное 4. У iOS, у Android, а ты ролик не смотрел? Вот. Значит, маленькие отступы мы делаем кратное 4, потому что это в мобилках. В первую очередь. То есть, если ты привык делать малюсенькие отступы кратное 4, тебе потом проще будут делать адаптивы, и тебе проще будет перейти и заниматься мобильными приложениями, если ты надумаешь. Потому что там все кратное 4. А большие отступы, вот такие большие, не надо делать кратное 4. Вот 82, оно же не кратное 4. Можно запросто сделать 80, 90, 100 или 70. И кратное, в общем, цифры, которые кратно 10, ими проще управлять. В смысле, не управлять, а заниматься. Верстальчик, например, посмотрел отступ 120. Легко запомнить. Он посмотрел 120 и вернулся к себе в программу и напечатал 120. Ему не нужно запоминать, не знаю, там 198, 180, сколько-то там 96. Ну, такие дурацкие числа, от которых ты спотыкаешься. Поэтому, если цифры большие, то делаем, естественно, красивые значения, чтобы было удобно его запомнить, верстальчику. А нам вообще абсолютно фиолетово. Вот тут будет 120 или здесь будет 122. Вообще абсолютно фиолетово. Это ни на что не влияет. Вообще ни на что. Ну, вот эту разницу в 2, в 4 пикселя ни один взгляд не заметит. Поэтому зачем нам мучить и себя, потому что нам-то тоже с десятками проще управлять 120 тут, 120 там, 120 там, чем тут 116, 116, 116. Вот. И верстальчикам проще крупные цифры запоминать проще. Но если мы говорим про маленькие отступы, то когда мы будем делать только кратно 10, у нас вариативности нет. Вот у нас кратно 10, а следующее 20. То есть, у нас получается либо мы делаем 10, либо мы делаем 20, ну, либо 0. Вот. А нам, возможно, это не подойдет. И поэтому тут вариативность лучше использовать кратно 4. 12, 8, 16. Там больше вариантов отступов, которые можно использовать. Если мы говорим про маленькие, а большие, естественно, делаем красивые. У тебя тут фейлища, за которые тебя насрут под двери. Это вот как с эти, это вот медвежья услуга. Вот фигми придумали сейчас вот это мультиредактирование, и все, кто вот эти вот джуны начнут еще больше избегать компонентов. Но это они, конечно, сами себя отфильтруют. Вот. А абсолютно такая же история была вот с этой штукой. Вот. Придумали вот эту хрень. Вертикальный трим. Ребята, в верстке ни один браузер не поддерживает вертикальный трим. Нельзя. То есть это неверстабельно. То есть то, что в фигме добавили эту штуку, оно неверстабельно. Ни один браузер не поддерживает. То, что ты тут настроил, у верстальщика, вот смотри, у тебя вот такой отступ, вот такой малюсенький, а у верстальщика будет вот такой отступ. Либо верстальщику придется, чтобы сохранить твой отступ, ему нужно будет выключать, смотреть, какое значение и в уме отнимать вот это значение, а его даже не просмотреть. То есть надо будет на глаз придумывать. То есть верстальщик, во-первых, будет уже заниматься вычитанием, во-вторых, это будет на глаз, чтобы сделать, ну, хоть что-то похожее на вот это. Эта штука неверстабельна, она не поддерживается вообще ни одним браузером. Ролик просто еще на Boosty лежит. Даже в типографике я тоже это рассказывал. Кто на Boosty подписан, тот в курсе. Так, что нам надо? Нам надо вот это, курс YouTube. Сейчас вам табличку откроют. Типографика. Где она? Текст 22-й. Где-то здесь. Ты сам занимался когда-то версткой? Ну, я пытался и понял, что мне скучно. То есть если мне дадут страницу, я могу переверстать, ну, поменять, вот, смотрите, я могу переверстать, там, поменять блоки, местами, ну, с нуля, вот это с нуля, вот когда там белый лист и с нуля верстать, это прям не мое. Вот смотрите, вот эта штука, вот эта опция, вот эта опция, которую вот вы используете, вы, ребята из деревни Джунова, вы используете, ее не поддерживает ни один браузер. Видите, вот все, что красное, ни один браузер не поддерживает. Есть один зелененький браузер, это Safari, и это технический браузер, то есть это Safari для разработчиков, это не в открытом доступе, это специальная версия Safari для разработчиков. Больше ни один браузер не поддерживает, и когда ты делаешь вот это, у верстальщика будут другие отступы, другие. Вообще, у тебя, а представь, у тебя вот в одном элементе вот настолько смещается, вот смотрите, один элемент, смещается, вот насколько разница, посмотрите, будет какой-то в автолаяуте, и посмотрите, насколько эта штука улетит только из одного отступа. Смотрите, какая разница, это только один элемент, а если у вас вся страница на этом повернута, построена, будет настолько все плохо, если ваш заказчик ждет от верстальщика Pixel Perfect верстку, то хана. Скорее всего, сначала верстальщику, а потом вам. Поэтому это нельзя использовать. И вот абсолютно такая же, это просто подстава. Подстава от ребят из Figma, и, короче, это можно использовать для чего угодно, не для веба. Ну, ты, например, делаешь баннер какой-то, возьми и сделай баннер, или там полиграфию что-то делаешь, или еще что-то, или там сторис оформляешь, или пост в какой-нибудь там в Инстаграме, еще что-то, но то, что не идет на верстку. Вот, а так как Figma заточена на верстку, а так как мы тут делаем сайты, делаем мобильные приложения, это все уходит на верстку, тогда спрашивается, либо это потом, когда это станет поддерживаемо. Абсолютно такая же история сейчас вот с этим мультиредактированием. Добавили опцию, и все ребята вот эти из Juno, мультиредактирование, компоненты не нужны, а там один вообще стиль больше не нужный, и пипец. Ну и все, вы в конец очереди, ребята. Грусть, тоска. Так. Ну, пусть я запишу завтра. Сегодня я сяду, подготовлю там все, ролик про выравнивание, завтра запишу, как обычно, всякое то, что вам не рассказывают на платных курсах. Вот. Всякое разное. Значит, вот так делать нельзя. И вот это вот тоже популярный фейл. Ну, зачем дырка? Ну, вот если бы у тебя вот так вот было, это здесь, а это вот так вот, вот понятно, для чего здесь дырка. Тут вот идет рамка, и она вот так вот перетекает. То есть, понятно для чего. А когда у тебя вот так идет, тогда спрашивается, для чего тебе это? Ты верстальщика подставляешь, ты верстальщику уже такую подставу устроил вот этим вот, что он тебя уже разыскивает, наверное, с палками по всему Минску. А еще вот эту палку дырку оставил. Вот, смотри, никакой дырки не надо. Потому что, кажется, это дизайнерские какое-то решение, что вот три одинаковых отступы, или что. Ну, короче, а выглядит как бак верстки. Как будто верстальщик случайно добавил какой-то отступ. Так что ты и тут верстальщика, конечно, подставляешь. Вот, надо еще показывать, как разворачивается. Всегда надо показать, что там внутри. Белый. Нельзя просто белым. Просто белым. Глаза болеть будут. И тут тоже везде. Ой. Ты поаккуратней, а то будут тебя задавать на каникулы. Вот. Классно, что фотки большие. Классненько. Фотки большие, это классно. Вот тоже, с логотипом что-то связано. Или что? А нет, логотип другой. Тогда непонятно, что тут парень кого-то наяривает, или что тут. Ну, короче, какой-то секос тут происходит. Вот, в общем, ребята, не используйте эту штуку. Не используйте, потому что она ни в одном браузере не поддерживается. Текст, который оттипографирован в типографе, можно сверстать. Конечно, смотрите, вот у нас есть текст. Давайте мы заверим текст какой-нибудь. А, тут English. Давайте мы сейчас найдем какой-нибудь макет и пообщаемся про типограф. Кто нам макет даст Russian Edition? Вот тут. Так, это мы посмотрели, нет еще? Знакомая фотонька. Где-то виделись. Фотонька знакомая. О, есть текст. Так. Дубликатим. 15-ю группу идешь. Класс. Это классненько. Так. Вот, смотрите, шрифта нет, но это мы сейчас запросто какой-нибудь возьмем. Вот, есть текст. Значит, смотрите, вот висит предлог. Запуская плагин с бултипограф. У нас, давайте не так, давайте представим, что у нас нет никакого плагина. Мы забираем текст и идем к Лебедеву. пока, представим, что мы делаем, не знаю, не в фигме, а, ну, где-то не в фигме. Вот, и у нас нет, а, например, вот я оформляю плагины, короче, вот плагины на сайте по фигме Саша скинул и вот недавно оформлял, то есть каждый раз, когда мне Саша присылает тексты, я их вставляю сначала сюда, нажимаю оттипографировать, видите, предлоги улетели, я забираю текст и переношу на сайт, то есть я с одного сайта в админке. Давайте я вам покажу сейчас, если меня там пустят без залогинивания, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Эх, не пустил. Ладно, может так пустит. Ну да, пусть его. Вот, смотрите, сайт, Саша скидывает плагины, тут получается уже все оттипографированы. Ну, представим, что вот есть какой-то текст, который не оттипографированный. Ну, ну, или вот, что я, что я, релизан, а, релизы тоже оттипографированы. Вот, 28 февраля последний раз сделал, и там были какие-то тексты. Вот, много текста. Я вот эти тексты, представим, что они не оттипографированы. То есть, ну, вот тут вот я вставил тексты, то есть, я пошел на релиз, релиз, фигма ком, взял вот эти тексты, вот эти тексты, закинул их в переводчик. Сейчас покажу вам вообще процесс, что такое типографирование текста. Вот, есть какой-то текст. Кстати, когда я был 28 мар, короче, новенькая появилась. А, ну, собственно, вот это, мультиедит. Ну, давай, чего ты тупишь? Эй, что такое? А что это? Тут должен быть переводчик. Что случилось? Ладно, перезапустим. Что-то с переводчиком не там. Вот, появился релиз. О, я вставил текст. Я забрал, взял перевод. Я вот этот текст, например, здесь, делаю новую вкладку, вставляю сюда. Сейчас я не буду проставлять эти теги и все остальное. Ну, короче, вот я вставил текст, антут нету, а вот есть, предлоги есть. И я хочу, чтобы у меня на сайте, которым я администрирую сайт, чтобы там все тексты были оттипографированы. Мне нравится типографика, я не хочу плевать на результат, и поэтому я хочу, чтобы на сайте все было хорошо. Возможно, я там где-то какой-то плагин пропустил, возможно, я там где-то, ну, забыл оттипографировать. Ну, то есть, если вы пойдете на сайт, возможно, вы где-то найдете предлоги эти. Но, опять же, всегда, когда мы говорим про типографику, мы говорим не конкретно про предлоги, потому что там один писал человек, говорит, вот если там кавычки-елочки, или вместо дефисов-тире, или вместо там, или буквы-ё проставить, или еще что-то, это типа нормально. Типа этим давай, пускай плагин делает. А вот предлоги, мне плевать на предлоги. Ну, плагин же делает не только предлоги, он делает кучу всякого разного. Кавычки-тире, дефисы, елочки, номера телефонов, типографируют, короче, много всякого, не только предлоги. Поэтому, когда вы говорите про предлоги, там не только предлоги, это во-первых. Во-вторых, смотрите, я забираю вот этот текст, сохраню как черновик, если я сейчас опубликую, то, наверное, а, ну, в целом, да, ну вот, тут просто так, а, ну вот, видите, предлог висит, вот висит предлог, значит, я вот этот текст в админке, перед тем, после переводчика я всегда иду вот сюда, к Лебедеву, вставляю сюда, оттипографирую, и забираю. И возвращаюсь обратно в админку и вставляю сюда текст и теперь сохраняю. Все. Смотрите, я обновляю страничку и поулетит. Видите, я оттипографировал вот этот текст. Я что сделал? Я текст скопировал и он прекрасно перелетел в верстку. То есть, я где-то оттипографировал текст, оттипографированный текст забрал и вставил на сайт. И теперь у меня на сайте оттипографированный текст и занял это, конечно, не три клика, потому что это было не в... в этом не в фигме, то есть когда мы делаем фигме, мы вообще просто плагин запускаем, то есть нам даже не надо что-то там куда-то копировать, идти на какого-то лебедева что-то там, короче, просто плагин запускаем и все и у нас сразу все расставляется и потом верстальчик, когда забирает вот этот текст, у него происходит все то же самое что произошло здесь, он забрал этот текст вставил сюда текст, вот смотрите предлоги, сохраняет верстальчик текст идем, посмотрим страничку и у него не будет ничего висеть обновляем страничку смотрите уменьшаем и кто-то там говорит вот в адаптивах меняется ширина контейнера все предлоги вылезут так мы же как раз таки и расставляем неразрывные пробелы чтобы в адаптивах все предлоги перелетали вместе со словом вот смотрите сейчас слова работы не поместится и не просто работы улетит улетит на следующую строку и работе смотрите хоба и работе улетела то есть предлог прилип и это всего три клика мы просто сделали через плагин три клика и верстальчик забирает от типографированный текст вставляет в верстку мы не просто типографируем текста для макета мы типографируем текст для всего сайта понимаете но и есть и естественно если этот текст не динамический то есть если мы делаем текст лендинга супер большая вероятность что этот текст и останется потому что обычно сначала копирайтер занимается текстом а потом дизайнер его оформляет но возможно придет жена маркетолога и текста немного подтюнят уже потомку после верстки ну тогда там уже извините там уже буду ну наши три клика слетят вот а бывают тексты динамичные например новости мы же не знаем какая будет новость или там страница товара в интернет-магазине мы не можем за этим проследить но в интернет-магазинах есть главная страница в интернет-магазинах есть не знаю страница о компании страница там отзывов еще чуть есть страница Ну, с каким-то контентом, который меняться не будет Ну, не страница отзывов В смысле, отзывы-то будут меняться Ну, страница, ну, какой-то контент Короче, есть контент, который будет статичный И нам всего три клика, чтобы этот контент был хорошим Чтобы не просто предлоги, блин Почему все привязываются к предлогам Там и тире, и дефисы, и кавычки, елочки И, в конце концов, абзацы там, по-моему А по эти лишние пробелы улетают Короче, там прям целый набор Вот смотрите, запускаем еще раз Ctrl-Alt-P Чего? Вот, смотрите, лишних пробелов удалено Неразрывные пробелы проставлены Из-за отсутствия, а вот столько шрифта нет Е на Е заменено Если бы тут были номера телефонов, он бы еще и номера телефонов проставил Вот, и мы делаем всего три клика Верстальчик вставляет текст И все это работает, понимаете? И вот эти вот аргументы Что все привыкли к плохой типографике Но это вы посмотрите в ролике, который там типографику Я там пообщался про эти предлоги Вот В общем, я недоумеваю Почему? Ну, есть ребята, которым плевать на типографику Они делают вид, что они дизайнеры А им просто настолько... В общем, если бы надо было предлоги переносить три часа Я бы тоже этим не занимался Три минуты, я бы уже задумался Ну, блин, ну три минуты, пипец Ну, сейчас три минуты, потом три минуты Я бы задумал три клика Просто, блин, три клика И это не просто макет Это сразу на сайте И у верстальчика все прекрасно переносится Поэтому не заниматься... Ну, не типографировать тексты Ну, это надо просто не любить типографику Понимаете? Такие дела В WordPress плагины есть Так в тильде есть Вот если мы в тильду ввалимся Узнает меня тильда? Узнала Вот если мы в тильде в текст какой-то выделим Вот типограф Вот он Типограф В тильде встроенный типограф есть Вам видно? Вот Ну, короче, есть сайты, где есть Или плагины, или что-то встроенное Ну, бывает нету Тогда я вот лебедя вам пользуюсь Вот И вот эти дизайнеры, которые там Предлоги висят и хрен бы с ним Типа все привыкли к плохой типографии Так это из-за тебя, идиотина, типографская И привыкли Возьми, блин, пример Покажи Три клика сделать на сайте порядок будет Нет же Все привыкли И поэтому я буду Просто человек выпендривается Что он дизайнер И делает вид, что он дизайнер Вот и все Если ему не нравится Типографированный текст Ну, какой же он дизайнер, блин? Ребзя Такие дела Так, давайте еще А, уже полтора часа Ладно, давайте еще посмотрим Что у нас там открыто было Очень Вот эти ручейки Очень большие В глаза То, что, конечно, ты подружила отступы Но они настолько агрессивны И они прямо Вот эти углы Они забирают все внимание Во-первых, углы не подружила То есть внутренний угол Должен быть меньше, чем внутренний Внешний Тогда бы не было эффекта Надутой щеки А тут вот как будто бы зуб болит Смотрится, ну, так себе Вот эти штуки Можно сделать второй отступ завести Но то, что ты отступы подружила Это, конечно, молодец Кстати, вот у тебя отступ поменьше А тут побольше Тогда почему у тебя здесь большой отступ Если у тебя вот внутренний маленький В общем, я бы завел еще какой-нибудь тип отступа Здесь Маленький И как раз вот эти вот Смотри, они прямо в глаза бросаются Вообще контента просто не видно Вот из-за этих штук Прям пропадает контент Еще шрифт такой Ну, такой тонюсенький Такой Не особо контрастный Такой светленький он какой-то И, конечно, да Из-за вот этих штук Мешают они Вот тут нормально Когда линия прямая Мы ее как-то пропускаем Мимо взгляда А когда линия какая-то фигуристая Она прям сразу лезет И портит настроение Лучше фотку большую бахнуть Чем вот эту декоративщину Так что, ребята Кто вам будет говорить Что там три клика Не надо Просто человеку плевать на типографику Просто ему не интересен результат Вот строку порвало Тоже абзаца нет Просто человек Ну, не любит хорошую типографику Ему не нравится И ладно бы Мы не могли влиять на это То есть мы бы сделали в макете И оно бы в макете и осталось Но ведь верстальчик копирует текст И вставляет на сайт На сайте все хорошо Вот в чем прикол Ладно бы мы бы только Я бы тоже не заморачивался Целых три клика Целых три клика Когда жить Три клика Блин, три клика не могу сделать Я в шоке Так С тобой мы встретимся, да, скоро Ладно, ребята Полтора часа А то тренить надо А еще вам рассказать Так, давайте, значит Кому не успели посмотреть Сарембо Если вам прям так нравится То, не знаю Может мы когда-нибудь В ближайшем будущем Еще стрим запустим лучше Пообщаемся Что-нибудь вам порассказываю Работу посмотрим Сарембо Кому не посмотрел Сори Но надо еще Разрулить вот эту ситуевину Значит Я вам это уже скидывал Вот вам Хотите, сами посмотрите А кто-то что А вы уже полазили, да Вот вам ссылка Еще раз Для проекта Нужна интерактивная 360 градусов Диаграмма Изменять Скорее всего Это не будут разрабатывать Скорее всего Тебя Уточнее У верстальчика У заказчика Возможно Он Ну если он знает Где и что Бывают заказчики Которые знают То есть они знают Откуда диаграмму То есть Прямо ТЗ приходит Мы будем подключать Вот такой-то плагин Или вот такой-то виджит Или вот таким-то сервисом Мы будем пользоваться То есть Заказчик Уже знает А возможно Он не знает Тогда надо просто Спросить Есть ли у него Уже верстальчик Либо сконтачивался Или он уже с кем-то И тогда просто Уточнить Ну будут ли они Прямо с нуля Все это разрабатывать Или они просто Подключат Потому что с нуля Вот это разрабатывать Это получится Золотая диаграмма Вот скорее всего Будут использовать Какой-нибудь сервис И надо просто Определиться Какой сервис И сделать скриншот То есть Вот тут будет диаграмма Ты просто берешь скриншот диаграммы и все какое то есть показываешь какой цвет но цветы и возьму шрифт цвет возьмут из макета вот верстальчик возьмет по большому счету тебе нужно как сегодня мы у кого-то видели помнишь самом начале у кого-то смотрели там было просто карта вот и тебе надо сделать то же самое по факту просто диаграмма но только сделать крышу диаграмма у кого-то мы тут видели в видишь тут вот карта написано вот просто делаешь и вставляешь скриншот диаграммы разрабатывать с нуля прямо скорее всего не будет никто значит ребята смотрите задача была какая задача была в том чтобы сделать мемасик во первых было два условия мемасик 1920 на 1080 то есть прямоугольник вытянутый горизонтальный прямоугольник и многие вот что прислали ну какое что 1000 ну тут представьте человек говорит я хочу к тебе на бесплатное обучение я умею читать т.з. ну как как вот тебя взять если ты вот присылаешь не в том размере а вот то есть первый фильтр это вот ребята которые ну прислали ну не то не тот размер там же прям в условии было написано было же то есть может зря так это рассказываю а то может и не было сейчас окажется не ну было же все остальные прислали а вот бесплатное обучение условия погнали маке 1000 не 1080 на 1920 1080 горизонтально это во-первых во вторых самое главное прям выделено придумать мемасик про меня и день рождения значит первый фильтр от вот эти ребята которые не могут т.з. прочитать вот тут как-то бы файл去 1920 1080 но мемасик听 вот он какой это просто пояснение ну этот текст автора вот поэтому тоже здесь значит первый фильтр это ребята которые не могут прочитать на наш нашу мы рассчитывали не понимаю вы не можете прочитать т.з. и вы хотите бесплатно обучаться вторые ребята это которые прислали 40 лет ну какой блин 40 лет ну ребята ну еще взяли что 40 лет там же было написано около 40 лет они от погодите этот это дальше это вот вторые ребята которые не могли прочитать про день и то есть по присылали вообще не связаны с днем рождения хотя вот тут 40 лет это надо было туда закинуть 40 лет это вот сюда вот присылается что-то ну где тут день рождения или вот ну а где день рождения я смотрю новое видео вот двигаем радугу и где день рождения ну а где тут день рождения на что вы рассчитываете ребята что у вас возьмут вот вы не можете прочитать т.з. и присылаете вот это при чем тут вообще день рождения саряма тут есть мне сегодня 30 лет ладно это надо было тебя закинуть внешне 30 ну короче вот тут вот ребята которые прислали не день рождения или вот это рейда активирование один рождение причем непонятно вот тут как будто бы пара про возраст но дня рождения то тут нет вот поэтому это второй фильтр не очень понимаю на что вы рассчитывали не прочитав тазе вот это ребята которые внимательные но зачем нужны внимание не внимательные бесплатники а 40 лет я же написал не 40 а около 40 а около 40 это совсем не 40 мне еще не 40 не около 40 и вот ребята которые присылали 40 лет не за 17 лет там кто-то 15 лет где-то прислал но тоже мимо ну блин ну как где-то было 15 лет еще в 15 лет но были ну какой 15 что вы на 15 похож поэтому вот это три группы которые вылетели просто ну смысле не вылетели она не прошли дальше к ну которая даже не вчитывался что там представьте тут половина вот вот столько прислали и половина даже не прочитала тазе о каком бесплатном обучении вы ну рассчитываете но не понимаю вот потом прислали открытки надо было сделать мимасик мимасик это что это но какой-то юмор какой-то ну какой-то прикол ты мимасик вот это я улыбаюсь в чем мимасик или вот эге гей ну что ребята и гигей мимасик и днем рождение мимасик и вот с днем рождение мимо а по ратям где мимасher акинто это просто открытки какие-то ну это просто открытки или вот 39 лет короче это открытки вот это вот это ребята это уже то что осталось половина даже чуть меньше половины всего было 114 ли 112 в общем 110 чем-то вот это вот уже тут есть и день рождения тут уже есть но какой-то прикол хотя бы тут есть уже там кто-то какашки прислал или вот например от возраста не убину хотя бы прикол есть связаны с днем рождения или где-то но хотя бы не знаю тут какой-то прикол что на 40 лет я вот так вот короче как хотя бы что хоть что-то и вот из всего этого мне нужно было выбрать понимаете то есть сразу половина не прочитав т.з. улетела так где чётик начать поставить потому что там что-то спрашивайте я не вижу но сумерки когда они были уже сериал скоро будут про сумерки снимать или фильм что-то там раскопали могилу сумерок он был мематик такой вот поэтому до сумерки я не знаю мне не 17 поэтому саримба вот ну так с таким успехом можно сказать все кто про 40 писали но у меня что же когда-нибудь будет 40 но типа просто заранее поздравили нет ребят вот значит вот из всех этих ребят мне нужно было выбрать и тут есть те кто сделали клевенько но чудо сделали есть но вот например ну ну хотя бы ну типа прикол вот кто-то там какашки поприсылал кто-то погенерировал тут вот видно генерация но тоже как будто какой-то смех что-то непонятное тут тоже типа вроде как смешно в общем вот смотрите есть три работа которые мне прям понравились вот тут во первых но ко мне ссылка есть вот смотрите тут что там обнял приподнял колонки прям мои которые вроде нигде не светил но все равно а не знаю вроде не светил какие-то там штуки висят 404 нет улиткам потому что быстро разговаривают какие-то лайкосики и запиваю тут вот жареные кнопки и жареные кнопки короче фил хук и на меня вроде похож как будто бы вот и ты как будто мечтая там о какой-то кнопке ну в общем прикольно да но видно что человек прям заморочился на 5 вот так это надо уметь рисовать вот а если человек не умеет рисовать но получается шансы неравные но можно было сделать ну какой-то сгенерировать картинку какую-то смешную понимаете вот тем не менее он вот это прикольно но тут нет ну мема но это просто клёвая картинка вот если надо было не знаете конкурс карикатур то вот это вот офигенная карикатура ну прям очень очень клёвенько вот но у нас прям про мемасики и а вот например смотрите вот во первых очень на меня походу ну в смысле визуально потому что если кто-то делал там что то просто ну и фотка то понятно вот просто фотку вставляли или где-то там ну вот это ж не я или вот это тоже не я или вот это тоже не я тут тоже но не я и это и на меня не ну как бы очки там борода но это ж не я а вот тут вот это я ну прям никто не спорит что вот это вот я да и тут даже сюжет есть во первых тут есть сюжет во вторых но он смешной что вот я день на день рождения смотрю который часть 19 часов неужели никто не придет а тут динь-дон и как будто ура ура кто-то пришел а это казалось что просто пиццу принесли вот и ну прикольный сюжет да похоже на мемасик и пересенализирован то есть если это просто классная карикатура то тут прям но сюжет есть тут-то сюжета нету ну просто жареные кнопки классная карикатура или вот например от этого я прям ну вот это прям ржака вот можете пока почитать да софья ты абсолютно права первое это просто картинка а вот это уже тоже но сюжет тут конечно на меня прям не очень похож на разве я такой толстый но я же не такой толстый вот тут на меня похож кстати интересно рисовала или как-то обработала непонятно но вроде с такого ракурса никогда там не светился я может и светился вот ну тут вот это ржака конечно вот в общем вот это и смешно и сюжет я вот не знаю кого выбрать потому что вот это просто если было карикатура это прям сразу топ-1 вот вот эти две работы очень нравится поэтому непонятно кого выбрать ну вот а надо было сделать мемасик 1920 на 1080 а подпись можно было в инстаграме написать когда скидываешь мемасик как это сделали все остальные вот и в общем ребзя так как я выбрать не могу то ну значит двоих берем правильно начать я тем более там 8 марта а это обе девоньки ну-ка признавайтесь вы есть тут она с нами где он там 2 1 1 девонька и 2 девонька раз это 8 марта то вот подарочек значит обоим графический дизайнер и кто еще а куда вторая делать первое смысле так что вот ребяки я вас поздравляю вот значит тоню поздравляю хочу не открывается вот и лизу поздравляю вот так что будет скоро еще один новый конкурс читайте внимательно есть кто-нибудь лиза и тоню сейчас в эфире что-то не откроется ну-ка есть кто-нибудь нету судя по всему уже бы написали так вот значит скоро будет и новый конкурс так что читайте там внимательно что нужно сделать мы вот кто вот этот обзор вот этого посмотрел тот поймет следующий раз как не просто возиться это во первых значит ребят поздравляю во вторых надо сразу раз 8 марта там девонька 1 значит смотрите за активность возьмущаясь человека сейчас пройдет стрим я нажму на кнопку и если вы давно активничаете а я просто не замечаю возможно из-за того что у вас разные аватарки в ютубе и в инстаграме и где там еще можно активничать наверное больше негде вот если у вас разные аватарки то вы во-первых сначала поменяйте аватар операции посетили многие программы и фиг коммент под этим роликом посмотри меня посмотри меня и я тогда нажму на вашу аватарку и высветится вот такая вот статистика где будет написано сколько комментов вы оставили сколько раз коммент понравился вот это будет после стрима а сейчас вот девонька есть вот саша она во первых тут смотрите у нее тысяча 100 комментов на из тут непонятно 101 или там 1101 в общем больше ста это уже много 44 раза понравилось это во первых во вторых она активнее вид уже с 22 октября с октября 22 года это полтора года вот смотрите чего в инстаграме она напыляла вот если вы тоже столько активней чете ну хотя бы годик вот уже много вот а я вас не замечаю то вы под этим роликом вот сейчас который закончится стрим кнопку нажму и появится комменты возможность оставлять напишите посмотри меня посмотри меня но у вас в инстаграме и в ютубе должна совпадать аватарка тогда она пойму что это один и тот же человек вот и тогда вы примелькаетесь если аватарки разные но поменяйте вот так что сашу тоже поздравляю пойдет 16 группа в 15 вот еще смотрел несколько ребят которые в последнее время активничают но посмотрел 1 активничает три месяца вторая тоже три месяца а третья активничала перед той группой активничала а за последних три месяца у нее четыре коммента получается что ей уже стало неинтересно вот тогда активничал активничала не попала взгрустного и ушла а вот саша активничает давно такие дела ладно ребята спасибо что пришли если было полезно тоже оставьте комменты если вам по на стрим понравился то тогда найду время запустить тоже стрим когда-нибудь в ближайшее время они так что раз полгода как у нас теперь в ютубе стримы залетает раз в полгода прям целая проблема найти время на стрим два стрима каждую неделю на обучение по 6 часов двора два часа смотреть запись потом четыре часа или три часа проводить стрим тяжко вот еще домашки проверять вот и еще на бусте надо стримы проводить а еще надо на бусте кстати хочу пост новый записать сегодня нет наверно завтра сегодня буду готовить оформление для нового ролика про привязки завтра на бусте закину про привязки и наверно в понедельник опубликую ролик в ютубе знаете какой ролик сейчас скажу вам какой ролик будет в понедельник но я бы воскресенье опубликовал на воскресенье статистика плохая а youtube ну мне интересно чтобы канал развивался и поэтому когда вы в понедельник после выходных смотрите ролик и ютубу нравится что вы смотрите ролик то мне нравится заниматься всем этим поэтому лучше я публикую в понедельник а не в четверг они воскресенье вот 20 нет не 20 20 на судя по всему вот это надо 19 уже есть значит про бордер а вот про эту таблицу которая сегодня рассказывал это где-то вот в типографике и про предлоги тоже где-то в типографике тоже там еще не один раз по моему расскажу вам так что ребята любите типографику нажимаете три клика вы через три клика делаете сайт лучше как вы видите все прекрасно в верстку переносится вот это что там кто-то писал а в адаптивах сжимается так мы как раз для этого и расставляем неразрывные предлоги чтобы в адаптивах все же малости предлоги не оставались какие дела ладно спасибо что пришли пока пока пошел я значит ребят поздравляю или чат сломался о чат прогрузился так а есть кто-то из победителей тут да девчат поздравляю всем так они спасибо тебе что приходишь не забываешь пожалуйста все всех обнял приподнял пакетом пусть они посмотрят стрим точно не буду пусть стрим смотрит если не найдутся за два-три дня тогда сам их буду искать точно такой план